Добрый день! Сегодня я хотел рассказать о такой достаточно редкой головоломке от компании Lanlan под названием Age Only Void Coupe. Коробочка не от него, но они все одинаковые, поэтому я не стал искать подходящие вообще другой головоломки, но смысл такой же, картинка та же. Мы знаем обычный Void Coupe, есть версия от Lanlan, какого-то безымянного бренда, есть также от Rubik's, не имею в наличии. Это значит, что кубик 3х3 лишен центров. В обычном кубике 3х3 помимо центров есть дополнительно еще крестовина, на которой все и вращается. Здесь же центров нет, пустота внутри и механизм весь на самих элементах расположен механизм вращения. Ну и соответственно без крестовины, без пружин это все крутится очень жестко. То есть обычный кубик, если не довернут, может повернуться из того, что есть пружинки, нормальная крестовина, здесь же чуть не до ворот и все. Если же Void Coupe убрать уголки и сделать ребра большими, то мы получим Edge Only Void Coupe, то есть Void Coupe, у которого только ребра. Edge ребро и вот он Void Coupe. Также здесь нет центров, но помимо этого нет еще и углов. Вращение происходит вот так. Края достаточно острые, можно пораниться. Черный пластик с наклейками, такие они перламутровые, переливаются. По сути здесь всего 12 элементов, которые нужно собрать и собрать их можно как ребра кубика 3х3. Если вы умеете собирать кубик 3х3, то должны и собрать Edge Only. В обычном Void Coupe есть Void паритет. Из того, что отсутствуют центры, мы можем собрать белую грань не там, где она планировалась. На обычной трешке мы всегда вокруг белого центра собираем белую грань. На Void можно в любом месте. И может возникнуть такая ситуация, что в конце придется переставить два ребра. Из-за чего это происходит? Если мы выполним нехитрый алгоритм, состоящий из пиф-пафов, то увидим, что мы можем переместить вот так вот ребра вместе с центрами. А перемещение центров на Void Coupe незаметно. И когда мы будем пытаться собрать каким-то образом ребра... Какую-то нехорошую комбинацию сделал. Давайте попробуем сначала вернуть на место углы. Да, вот получилось то, что нужно. Два ребра требуют перестановку. Если на центре внимания не обращать, здесь вот такая перестановка требуется. То же самое можно сделать на Void кубики. Ну и решается семью пиф-пафами с перехватом. Здесь же на кубики Age Only. Паритетов нет. Давайте перемешаем. Посмотрим, как оно вращается. Ну и соберем. Кстати, давайте пока не перемешал. Цвета посмотрим. Вот такой вот сероватый перламутровый цвет. Здесь вместо белого с обычной трешки. Ну синий-зеленый вроде бы стандартный. Желтый напротив белого. Розовый вместо красного. А вместо оранжевого здесь фиолетовый. То есть если мы поймем, что фиолетовый вместо оранжевого, то получается расцветка вроде бы и нормальная. Ну дальше перемешиваем. Аккуратно вращаем, чтобы не оцарапаться о острые уголки. Здесь можно, конечно, и средний слой вращать. Но это не очень хорошо получается. Проще крайними. Вот как-то так вышло. Поскольку здесь нет центров, ориентироваться не на штаб. Поэтому нужно знать порядок цветов. Для чего я и акцентировал внимание перед перемешиванием. Допустим, вот это бело-розовое ребро стоит на месте. Следующее сюда должно быть бело-зеленое. Ставим. Значит, ну, синие куда-нибудь вот сюда поставим. Синие, красное, зеленое. Здесь должно быть оранжевое. Ну, вместо оранжевого у нас фиолетовое. Готов как бы крест, но вместе с тем и весь первый слой. Проверяем. Если белый перед нами, то сверху синий, справа красный. Потом зеленый, потом оранжевый. Ну, тут фиолетовый. Цвета правильные. Значит, на них ориентируемся и собираем все остальное. Войд кубе, что в этом, что в классическом, второй слой собирать можно вот такими движениями. То есть одно ребро можно просто поставить. Если вдруг оно находится на втором слое в нужной ориентации, не всегда это получается. Вот здесь вот два желтых и два не желтых. Одно удалось поставить в один поворот. Ну, чтобы поставить остальные, придется тратить целых три хода. Я немножко покрутил перед записью видео и вижу, что нужно, к примеру, вот у нас есть зелено-фиолетовое ребро. Нужно вот этот фиолетовый цвет совместить здесь с фиолетовым. Повращаем. Вот так. У нас вот этот цвет с этим совпадает. И можно в три хода поставить вот это ребро на место. То есть зеленый должен быть здесь. Поднимаем слева, вставляем туда ребро, опускаем. И вот в три движения любое ребро можно поставить на место. Ну, если, конечно, оно уже не стоит на своем месте в ненужной ориентации. Вот фиолетово-синее. Фиолетовый нужно поставить вот сюда. Так. Синий справа. Поднимаем справа. Поворачиваем. Опускаем. Можно любым другим способом ставить ребра на место. Даже тем, что и в кубике 3х3. Даже ромашками. Не важно. Ну, вот в три хода. Мне показалось побыстрее, потому что вращается не очень. Вот розовый. Розовый, зеленый. Справа. Значит, вот сюда поставим. Поднимаем справа. Поворачиваем. Опускаем. Вот он на месте. И вот ребро стоит на месте, но неправильно ориентированно. Сначала вместо него поставим какое-нибудь желтое. Так. 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 И после чего поставим на свое место. Опять. Отсюда. Сюда. И вот уже два слоя готово. Дальше мы видим два правильно ориентированных ребра. Два неправильных. Это получается палка. Ну, палку делаем как на кубике 3х3. Фронт. Пиф-паф. Фронт штрих. И вот желтая грань правильно ориентирована. Ну, и остается здесь дособрать. Здесь может либо сразу произойти скип, либо как сейчас. Вот. Один лебен стоит на месте, остальные 3 нет. Если повернем. Два стоит на месте, два нет. Ну, здесь либо за одну рыбку, либо за две. Все решается. То есть можно сделать рыбку из такого положения. То есть одно стоит, три нет. И переставить ребра против часовой стрелки. Да. Все на место встанут. Либо сделать так, чтобы стояли ребра правильно. И уже не обращать внимания на то, кто куда должен идти. Расположить сзади и справа. И тоже сделать рыбку. В случае, если правильно стоящие ребра напротив, так же делаем рыбку и повторяем ее. То есть два раза придется делать. Ну, в данном случае делаем рыбку. Вот. Ну, приходится сделать здесь доворот. И все. Собрано. Здесь можно провести параллель с кубиком без углов. Когда-то я делал вот такой вот кубик из сломанной трешки. То есть от углов остаются только ножки. На канале есть видео с изготовлением в плейлисте DIY. Там еще и Megaminx без углов. Но смысл здесь такой же. Если мы сейчас его перемешаем. То есть это только ребра, но еще есть центры. Вот. Как-то перемешано. Собираем крест. Ну, здесь цвета центров очевидны. Поэтому попроще. Собрали крест. И дальше можно собирать либо стандартными способами, либо тремя движениями. Этот красный. Отсюда можно поставить сюда. Раз. На месте. Этот синий. Сюда. В три движения. Синий-красный. Вот здесь вот зелено-оранжевый. Понятно, что можно и вот так вот сделать. Способов много. И вот у нас что осталось. Вот. Синий-красный. Поставили. Здесь у нас получается галка. Решаем как фронт обратно пиф-паф. Фронт штрих. И получаем крест, который... Вот. Два элемента стоят на местах. Два нет. Здесь также можно через рыбку. Я не знаю, можно ли сейчас купить головоломку Age Only. Войд куб. Она чисто коллекционная, не сложная. Ну, для начинающих, возможно, подойдет. Но при желании, если хочется чего-то подобного, всегда можно сделать кубик без углов из какой-нибудь сломанной трешки. Когда-то было частым явление, что отламываются уголки. А вот здесь можно вот так вот доработать. Отломить все уголки. И получится такой-то кубик без углов. При желании вот сюда можно добавить наклейки с отрезанных уголков. Ну, я не стал. Мне показалось, что вот так вот симпатичнее. Так что головоломка не сложная, забавная. Но выглядит неплохо. Она у меня лежит очень давно. Что-то вот про нее вспомнил. Решил снять видео. Как-то так. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.